Всем привет! С вами Ольга Соколова. Мы в городе Сочи на конференции. Здесь очень много интересных людей, и с некоторыми из них мы будем беседовать. Я начала со своей команды сначала, мы поговорили с мусором. Смотрите в предыдущем видео, а сейчас мы будем брать с вами интервью у еще одного моего открытого директора в моей команде в глубине. Это Светлана Орлова. Сейчас мы у нее узнаем все тайны. Расскажите немного о своем крае и вообще, как вы увидели предложение, как вы пришли, что зацепило больше всего, ну и что вы увидели для себя здесь, какие перспективы, какие у вас цели, планы, мечты. Да, здравствуйте все. Приветствуем вас с южного, с красивого, солнечного сегодня города Сочи. Меня зовут Светлана Орлова. Я из города Киев, республика Карелия. Я многодетная мама, у меня пятеро деток, детки все взрослые. Уже бабушка, имею внука. Надеюсь, скоро будет еще внучок. Ну, пять детей, значит, будет много внуков. Да, уже богатые. Да, уже богатые. Богатство есть. Это самое основное, да, богатство. Это наши дети, наше продолжение, наши внуки. Ну, немножко расскажу о себе, как я пришла именно в компанию Арифлейм. Более судьбы так, что я осталась без работы. Сами понимаете, наемная работа, неважно, на государство мы работаем, или это предприниматели, да, частные наниматели. Мы зависим от них. И меня сократили, даже не присматриваясь, прислушиваясь, да, к тому, что я на тот момент осталась одна с тремя ветками. Ну, меня сократили. И я, естественно, искала работу любую, рассматривала любые варианты, и даже вахтовый метод. Работа была нужна, и на тот момент много было предложений именно от компании Арифлейм и различных предложений в интернете. Но почему именно Арифлейм привлекло? Ну, во-первых, я эту компанию знала давно. Я очень люблю продукцию Арифлейм, пользовалась ей. Но в свое время я не знала, что здесь можно строить бизнес. И когда поступило предложение из соцсети ВКонтакте от Татьяны Дворяткиной, то меня это заинтересовало. Но, честно говоря, я в это не особо поверила, что можно именно в компании Арифлейм быть финансово независимой и работать именно на себя. Но, тем не менее, это меня и привлекло. То есть предложение было, была такая фраза, независимость, работать на себя, и я зарегистрировалась. То есть независимость вас привлекла больше всего? Ну, в любом случае, конечно, уже опыт жизненный большой, и работала в различных местах. И работа, конечно, нужна всем. Но когда ты работаешь на чужого дядю, на чужую тетю, и ты не можешь себе позволить всего того, что ты хочешь, и ты понимаешь, что работая 10, 20, 40 лет на одном месте, или это различные места, но на чужих людей, ты не получишь всего того, чего тебе хотелось бы. И чего, что, вернее, я могу получить здесь в компании Арифлейм, и в принципе уже получила. Работая, стаж у меня более 25 лет на различных предприятиях, но я не могла себе позволить даже на протяжении стольких лет съездить в отпуск, не могла себе позволить поехать в отпуск даже тогда, когда я хочу, да, я не могла себе позволить выходной день тогда, когда я хочу, когда мне надо. Здесь же компания, ну, это все предоставляет за хорошую работу, за то, что ты достойно и с вниманием, с достоинством относишься к своей работе, ты, соответственно, получаешь и от компании все вот эти вознаграждения, бонусы. И это дорогого стоит, потому что ты понимаешь, что ты не безразлична компании, что если ты работаешь, компания уделяет тебе внимание, она дарит тебе путешествия, дарит тебе свободу, финансовую независимость. Конечно, она приходит не сразу, тут нужно работать, и это адекватные люди все понимают сразу, что ты работаешь, работа у нас не тяжелая, мы не мешки разгружаем, но она интересная. И это тоже меня привлекло, общение, знакомство с множеством людьми с разных уголков нашей страны, с других государств. Я люблю общаться, мне нравится общение с людьми, знакомство. Это тоже дорогого стоит, потому что даже на земле иногда нет таких людей, с которыми ты можешь смотреть в одном направлении, именно в работе. А когда ты с людьми на одной ноге, на одной волне, и очень приятно с такими людьми общаться и идти к своим целям. У каждого она своя, конечно. У меня тоже своя цель быть финансово независимой. Имея пятерых детей, мне хочется также помогать им, помочь вырастить своих внуков, дать им больше, чем мы в свое время могли дать своим детям. Поэтому вот именно с командой, как таковая уже имеется у нас, мы все вместе можем, каждый прийти к своей цели. И к общей цели, то есть быть вместе, поднимать престиж компании, поднимать престиж своей команды, своих партнеров. Ну, это здорово. Как приглашаете, кого приглашаете? Рекрутирование в основном приглашаем, да, в команду, ищем себе партнеров. Это в основном, конечно, соцсети и теплый рынок. А кого вы больше всего рассматриваете? На кого ставите акцент какой-то? Или вы вообще всех приглашаете? Ну, когда я начала работать, естественно, на все мы ставили, да. И холодный рынок, и теплый рынок. Но уже поработав, имея своих ключевых партнеров именно по теплому рынку, ну, ты понимаешь, что на самом деле теплый рынок – это наши будущие директора, будущие золотые директора, бриллианты и сапфиры и так далее, и так далее. Ты чувствуешь в любом случае ту энергетику человека, с которым ты собеседуешь изначально, да, потом начинаешь работать. Это очень важно. Ну, и холодный рынок в соцсети мы тоже не отмытаем. Мы работаем с удовольствием. У меня много ключевых партнеров, которые именно пришли по холодному рынку. Есть какая-то целевая аудитория у вас? Ну, я бы не сказала, нет. Я работаю со всеми, и мы работаем со всеми, и команда нет определенного возраста. В нашу команду могут попасть и кандидаты по холодному рынку, и теплый рынок. Конечно, хотелось бы именно в своем городе собрать большую дружную команду, с которой бы мы уже повезли бы в Болгарию у нас в будущий год, и ездили бы на различные мероприятия, которые дарит нам компания за хорошую работу. Очень хочется в компании «Арифлейм» именно прославить свою команду в своем городе, потому что наш город небольшой город Кемь. Многие знают компанию «Арифлейм», но не все верят, что здесь можно добиться результатов и добиться достойных результатов. Вы на своем примере решили договориться. Да, на своем примере показываю, рассказываю, что здесь на самом деле реально зарабатывать, реально быть достойным таким человеком, который может многое добиться в этой жизни, несмотря на возраст. Поверьте мне, когда я пришла в компанию, я вообще не знала компьютер, как Оля Соколова часто говорит на вебинарах. Светлана знала только «вкыл и выкл» и даже не знала, что такое Google. Поэтому на моем примере очень реально, что за короткий срок можно добиться, можно научиться навыкам компьютера владения и хорошо работать и добиваться результатов. А вот по холодному рынку вы говорите, работаете. А где именно? Холодный рынок, первое, что было, это одноклассники соцсеть. Сейчас очень мне нравится работать ВКонтакте. Я вот смотрю, у вас команда очень дружная, то есть постоянно, если какой-то вебинар ваших большинство активное участие принимает во всех наших мероприятиях, которые мы проводим в команде. Вот расскажите об этом, какой секрет вы используете, как вы с ними работаете? Когда мы приглашаем, в принципе, людей в команду, мы же всегда говорим, что здесь командная работа. Здесь вам помогут, здесь вам подскажут. И у вас здесь будет большая дружная команда, которая будет всегда вашей второй семьей. Поэтому я своим партнерам, которые в моей команде, всегда говорю, что работа в команде – это очень важно. И команда – это ваша вторая семья, что вам здесь, вашим успехом, результатом здесь будут искренне радоваться. Сильный лидер, и те партнеры, которые к вам приходят, они действительно видят все перспективы развития, и они добиваются результата. Мне это очень важно, чтобы человек, вообще лидер, он мог дать правильную информацию партнеру, вообще новичку, и увидеть здесь перспективы. А дальше уже, конечно, чтобы дружил в команде. Вот, в принципе, вы делаете все так, как надо. То есть перебираете людей, находите, знакомите, даете информацию. Потом запускаете в бизнес, они обучаются, и вы их плотненько сопровождаете. И при всём при этом они дружат между собой, это вообще классно. То есть они находят себя в своём коллективе. И вот такой вопрос, как вообще к вам можно попасть в команду? И что они вот, что их ждёт? Ну, в мою команду можно попасть всем в любое время дня и ночи. Где вы есть, как вас найти? Да, есть странички ВКонтакте, странички в Одноклассниках, в Телеграм, в Скайпе. Ну, в принципе, как и все наши партнёры, мы везде присутствуем, да. Есть даже канал Ютуб, да? Да, есть канал Ютуб, есть сайт, есть группа в Одноклассниках. Ну, все желающие могут попасть. То есть найти в социальных сетях Светлана Орлова? Светлана Орлова, да. Обратиться к вам? В любой соцсети, попроситься в друзья. И, пожалуйста, если есть огромное, великое желание добиться хороших результатов и именно с компанией Арифлей, то, пожалуйста, милости просим. Что касается... А вы всему обучите, да? Да, мы всему, мы всё покажем, а вы повторите. Что касается вот именно, да, лидерства. Почему? Потому что мы, когда я приглашаю людей и рассказываю им о возможности, в первую очередь мы рассказываем о возможностях, да, в сотрудничестве с компанией, с партнёрством с компанией Арифлей. Бизнес наш, он дублицируем. Поэтому вот что делаем мы, что делают наши спонсоры, делаем мы. Что будут делать наши ключевые партнёры, да, повторять нас, наши действия. Тогда они добьются результатов. И поэтому всем своим кандидатам, кто приходит, кто уже зарегистрировался, кто начал свои первые шаги, ну, я всегда говорю, что вы лидеры. Вы лидеры прежде всего сами для себя. И когда вы чувствуете, что вот вы лидер, ваши действия, они тоже будут повторяться. За вами будет идти ваша команда. У вас будут свои ключевые партнёры. И, ну, в принципе, вот сюда прийти в команду, в команду продвижения, в мою команду, в компанию Арифлей, нужно чувствовать, что вы можете быть лидером. Прежде всего для себя, ну и, конечно, для своей будущей команды, для своих партнёров. Когда вы это чувствуете, неважно, какие на данный момент у вас результаты, вы должны ощущать себя лидером и успешным лидером в жизни, в работе, в дружбе, ну, в принципе, везде. Ну, лидером не в таком понятии, да, вот я лидер, я там главный. А именно лидером в том плане, что за вами могут пойти хорошие, достойные люди, такие же, как вы, успешные, которые могут добиться чего-то в жизни, хорошего, лучшего. Поэтому только так. Спасибо, Светлана, была очень интересная беседа. Спасибо вам. Если вы заинтересовались командой Светланы, лидером, да, Светланы Орловой, ищите её в социальных сетях, присоединяйтесь и работайте вместе. Давайте будем вместе зарабатывать, обучаться и вот так вот путешествовать, ездить в разные страны. В следующем году у нас Болгария, но это ещё не предел. Да, это не предел. Мы собираемся не только в Болгарию, но и в Токио, возможно, успеем квалифицироваться. Конечно. Хотели бы, да, ставить. Будем стараться. Ладно. Мы все вместе туда и поедем. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.